Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий. И специально для портала Microsoft для малого и среднего бизнеса я записываю серию веб-кастов, посвященную Windows Small Business Server 2011. В сегодняшнем веб-касте я расскажу об управлении общими папками Windows SBS 2011. Итак, это уже восьмой веб-каст из серии. Разумеется, мы будем немного опираться на результаты предыдущих веб-кастов. Ну и я бы рекомендовал их посмотреть. Но, в принципе, материал самостоятельный. У нас имеется сервер SBS 2011 сервер. Мы его конфигурировали в предыдущих семи веб-кастах. У нас есть домен SBS 2011 local. Сегодня на этом сервере мы будем настраивать общие папки. Также у нас имеются три клиентских компьютера под управлением Windows XP, Vista и Windows 7. Несколько из них мы сегодня в веб-касте задействуем. Для тех, кто смотрит серию целиком с первого веб-каста, я скажу, что дополнительно на каждый из этих компьютеров я установил Microsoft Office 2010 стандарт с первым сервис-паком. Начиная со следующей презентации, эту информацию я сюда внесу. Итак, поговорим об общих папках. Что же это такое? По сути, это предоставленная в общем доступ папка жесткого диска или весь жесткий диск. Соответственно, ограничить доступ тех или иных пользователей можно как на уровне диска, так и на уровне общей папки. Разумеется, запрет сильнее разрешения. То есть, разрешая что-то на уровне общей папки и запрещая на уровне жесткого диска, доступ вы, тем не менее, не даете. Таким вот образом, это очень важно. Давайте поговорим о разрешениях как общей папки, так и разрешениях жесткого диска. С точки зрения общих папок всего три типа доступов. Это чтение, изменение и полный доступ. Соответственно, каждое разрешение просто увеличивает возможный функционал. Ну и полный доступ позволяет вам делать все, что угодно. Разумеется, полный доступ к конечным пользователям предоставлять не рекомендуется. Если же это необходимо, то, разумеется, проведите соответствующую беседу и объясните о том, что такое права и как с ними работать. Что касается жесткого диска, то здесь разрешение настраивается на уровне файловой системы. И это должно быть обязательно NTFS. Как и говорилось в предыдущем веб-касте по управлению дисками, здесь важно, чтобы файловая система была NTFS, иначе никаких разрешений на уровне файловой системы вы настроить не сможете. Ну, мне кажется, необходимости использовать FAT32 на сервере с установкой Windows Small Business Server 2011 нет. У вас может быть и другая точка зрения на этот счет. Есть небольшие различия между разрешениями для папок и для файлов. Для папок их немножко больше. В общем-то, разрешения делятся на два вида. Это общие, которые вы видите сразу на вкладке «Безопасность любого файла или папки». Мы сейчас это все посмотрим. Это может быть полный доступ, изменение, чтение и выполнение, список содержимого папки, который дублирует чтение и выполнение по факту. Чтение и запись. Соответственно, каждый из этих правил немножко отличается от другого. И состоит из набора более мелких гранулированных правил. Такие как, допустим, чтение атрибутов или, скажем, запись атрибутов, удаление, смена владельца и таким вот образом. Если есть необходимость, вы можете детально настроить и вот эти атрибуты, если вам это потребуется. Давайте сейчас немножко на это посмотрим. Для этого перейдем на наш сервер «SBS21 сервер». Откроем мой компьютер, выберем наш диск Е, например. Создадим здесь папочку. Назовем ее циферкой 1. И создадим здесь файлик. Пусть это будет какой-нибудь текстовый файлик. Итак, создали мы папочку и файлик. У обоих у них есть свойства безопасности, которые вы можете найти на вкладке «Свойства». Вот они. И здесь предоставляются определенные права. Ну, допустим, моему пользователю, под которым я сейчас работаю, предоставлены полын-доступ, чтение, запись и так далее. Аналогичные настройки есть и для папки. Вот здесь только добавляется список содержимого папки. Лично моему пользователю здесь предоставляются особые разрешения, то есть нестандартный какой-то набор. Это все можно поставить на вкладке «Дополнительно», в разделе «Разрешение». Убираем «Изменить разрешение», выбираем «Меня», «Изменить» и видим, что здесь нам предоставляется. Как видим, все нам предоставлено в полный доступ таким вот образом. Окей. Есть такой важный момент, как владелец. Он задается во время создания нового пользователя. Также есть возможность настроить аудит, о котором сегодня мы говорить не будем. Ну и немножко вернемся к разрешениям. В общем-то, если вам необходимо, вы всегда можете добавить сюда какого-то пользователя и назначить ему соответствующее разрешение, если вам это потребуется. Либо у имеющегося пользователя их изменить. Есть еще один очень важный момент. Он называется «Наследование». Соответственно, в папке корневого уровня, которая является по факту диск, имеются какие-то разрешения. И все создаваемые в ней папки и файлы наследуют эти разрешения. Просто их копируют. На любом из этих этапов вы можете пресечь эти разрешения, либо скопировав, либо удалив и потом уже изменить. Если вам это необходимо. Соответственно, если вы будете менять разрешение у вышестоящей папки, то разрешения к вашему объекту не будут применяться. Аналогично у ниже стоящих файлов вы также можете заменить это разрешение, если вам это потребуется. Таким вот образом. Ну давайте для примера что-нибудь сделаем. Закроем свойства нашего файла. Давайте сначала на него посмотрим. Давайте сделаем какой-нибудь пример. Есть у нас свойства безопасности нашего файла. Тут все. Пользователи, администраторы, лебеди, фьюрий. Возьмем на уровне папки. Изменим правила и добавим какого-нибудь пользователя. Например, сидоров.с. Какие-то базовые правила у нас они вполне устроят. Почему нет? Применить. Окей. На уровне папки есть особые права для сидоров.с. На уровне файла эти права автоматически наследовались. Давайте попробуем это изменить. Изменить разрешение и скопируем имеющиеся. Просто удалим Сидорова Семена. Применить. Окей. Окей. Соответственно сейчас наш файл не наследует решение от папки и вкладка безопасность будет у нас отличаться. Вы всегда можете прострелить насквозь все эти разрешения, то есть грузить их с вышестоящей папки. Это очень легко сделать. Входим в Изменить разрешение, Заменить, Применить. Окей. Единственное, что может быть проблемой, это проблема с владельцем. Вы всегда можете установить владельца всем нижестоящим объектам, выбрав вот здесь и выбрав галочку Заменить владельца под контейнеров и объектов. Применить. Окей. Вам потребуется только вновь зайти в свойства этой папки. Как видим сейчас нашему файлу разрешения с верхней папки были спущены только что в принудительном порядке. И галочка разрешения от владельцем объектов поставляется автоматически. Я думаю это довольно просто. Это вам потребуется в случае, если вы будете мигрировать в большие файловые архивы, которые копились много лет, лежали на различных серверах. Скажем еще на СБС 2003, потом на СБС 2008, вот теперь на СБС 2011, то разумеется с какими-то проблемами вы столкнетесь. Точно так же мало ли у вас могли файловые архивы храниться на клиентских системах или какой-нибудь Windows Server 2003 стоял, например, раньше и использовали вы его. То разумеется вы столкнетесь с проблемами, когда у вас где-то какие-то разрешения расходятся и вам нужно все это причесать, привести к общему виду. Да, конечно, в таком случае вам придется познакомиться с разрешениями, поменять хозяев, разобраться со всеми нюансами смены разрешения в дополнительных параметрах безопасности. Но я думаю в этом ничего сложного нет и вы легко с этим разберетесь. Вернемся к презентации. В рамках сегодняшнего вебкаста мы сделаем следующее. У нас есть две группы пользователей. Это обычные менеджеры, в которые входит Иванов, Петров, Сидоров и супер менеджер. В данном случае это наш Сидоров. Для каждой из этих групп, а это группы безопасности, мы создадим общие папки. Предоставим соответствующее разрешение на чтение и запись из этих общих папок. Заодно посмотрим процедуру создания общих папок. Также мы попробуем затем и удаление. Вот такой вот сценарий. К нему мы сейчас вернемся. А теперь пара слов о тех инструментах, при помощи которых вы можете работать с общими папками Windows Small Business Server. Здесь представлены основные. Это далеко не все. Я планирую записать, наверное, еще один, а может быть и два вебкаста по нюансам работы с общими папками. Там я расскажу еще о файл сервере, ресурс менеджере и других. Но вот четыре, как мне кажется, основных. Это консоль Windows Small Business Server. Разумеется, основной наш инструмент. Сегодня мы будем работать с ним. Консоль, находящаяся в стандартном комплекте Windows Server. Это управление общими ресурсами и хранилищами. В нее мы заглянем просто для просмотра. Командная строка и Windows PowerShell, если вам это угодно. Но в следующей версии Windows Small Business Server и Windows Server будет соответствующий модуль для Windows PowerShell. На данный момент мы будем пользоваться объектами WMI. Итак, перейдем на SBS 27 сервер и немножко познакомимся с общими папками. Ну, консоль Windows SBS мы пока оставим. Поговорим о прочих инструментах администрирования, управления общими ресурсами и хранилищами. Здесь вы можете найти все общие папки, которые есть у вас на сервере. Как видим, вот они все. Например, папки, принадлежащие Active Directory, такие как Syswall и NetLogon. Административные папки, которые используются для удаленного администрирования. Разумеется, скрытые общие папки всех наших дисков. Ну, есть, как видим, папочки от системы автоматических обновлений. Пользовательские папки, которые создаются автоматически. О них мы все и так же говорить не будем. Здесь также можно поработать с томами. Точнее, получить информацию о них. Если говорить о командной строке, здесь все намного проще. При помощи NetShare вы можете управлять общими папками. Ну, вот, допустим, командочка NetShare. Вот она. Она вводит нам все наши общие папки с каким-то комментарием. Мы можем легко это посмотреть. Ну, и аналогично можно использовать Windows PowerShell. Здесь все достаточно просто. При помощи специального объекта VMI указываем класс. Это будет Win32Share. Вы можете также посмотреть все общие ресурсы. Я думаю, с этим ничего сложного нет. Также можно и настраивать общие ресурсы при помощи Windows PowerShell, командной строки. Ну, в нашем случае при работе с Windows Small Business Server едва ли вам потребуются такие мощные языки скриптов, как Windows PowerShell, для того, чтобы создать набор папок. Как правило, их не так много. Их можно создать при помощи консоли Windows Small Business Server, где в режиме мастера вы сможете пройти все эти шаги. Что касается консоли Windows Small Business Server, в ней имеется специальный раздел. Это общие папки и веб-узлы. Сегодня нас будут интересовать именно общие папки. Давайте посмотрим и попробуем выполнить наш сценарий. Ну, в нашем случае нам нужно будет создать две папки. Это менеджер для менеджеров, для нашей группы безопасности менеджера, и S-менеджер для группы безопасности S-менеджера. Соответственно, назначив права группам, мы избежим проблем, когда будем добавлять нового менеджера, мы его добавим в группу, он автоматически, помимо всех прав, уже назначенных этой группе, получит доступ к своей папке менеджер. Итак, перейдем на SBS 21 сервер, свернем все лишние консоли и запустим консоль Windows Small Business Server. Перейдем в раздел общие папки веб-узлы. Нас интересуют общие папки. Здесь присутствуют заранее сконфигурированные общие папки. Как видим, нет у них ни квот-хранилищ. Есть свободное место на диске. Ну, находятся они на диске C по умолчанию, на том, на котором производится установка. Как видим, C-Users, Public, Folder, Redirection и Shares. Нам потребуется создание новой общей папки. Вот здесь вот находится этот самый мастер. Нам необходимо выбрать расположение. Как видим, есть несколько дисков. Можно получить информацию о наших дисках, которые у нас присутствуют. Также можно определить подготовку хранилища. Ну, отдельный веб-каст по работе с дисками я уже записал. Можете посмотреть там. Итак, обзор. У нас будет присутствовать диск E. Мы здесь создадим папочку, которая будет называться managers. Итак, наши менеджеры. Окей. E-menagers. Далее. Можно изменить разрешение NTFS, либо оставить их по умолчанию. Нас интересует как раз возможность изменения разрешений. Мы добавим сюда группу безопасности managers. Managers. Только managers. Окей. И дадим ей право на изменение, чтение и выполнение списка содержимого папки. Таким вот образом применить. Окей. Сделали разрешение для этой папки. То, которое нас устраивает. Далее. Теперь необходимо выбрать протокол общего доступа. По умолчанию с Windows Small Business Server установится протокол SMB, потому что на нем, в принципе, все работает. Это стандартный протокол общих ресурсов, используемый в сетях Microsoft. В случае необходимости, если у вас есть какие-то сервера или клиенты под управлением персонной системой Linux или каких-то Unix-подобных систем, вы можете дополнительно установить поддержку NFS и тогда сможете публиковать свои папки в общий доступ через NFS. Но в нашем случае мы пока что это не рассматриваем. Если вас это особо интересует, напишите мне в почту или оставьте деньги в комментариях под видео. Я добавлю веб-касты об этом. Но нас интересует наш общий ресурс Managers и его расположение будет находиться за именем сервера. Папочка Managers. Далее. Параметры SMB можно также настраивать. Здесь есть число пользователей, одновременно подключающихся к папке. Пускай это будет максимально возможное. В нашем случае сервер не перегружен, поэтому ограничивание не требуется. Также вы можете настроить кэширование, если вы настроили бренч кэш. Но пока что мы это не используем. Ок. Далее. Разрешение SMB. Здесь можно как выбрать заранее подготовленные, так можно и настроить особые разрешения. Меня будет интересовать особые разрешения, так как папка будет доступна для группы. Пускай они будут изменять и читать данные в этой папке. Применить. Ок. Далее. Политику квот можно настроить и здесь. Есть предварительно созданные политики. Ну а квотах я думаю записать отдельный вебкаст, потому что тема достаточно интересная, ну и большая. Поэтому пока что оставим данную папку без квоты. Она будет ограничена только размером тома E, на котором размещается эта папка managers. Далее. Давайте попробуем настроить блокировку файлов. Об этом я еще отдельно поговорю. Делается это при помощи файл сервера ресурс менеджера. Ну допустим мы заблокируем исполняемые файлы. Соответственно исполняемые файлы забрасывать в эту папку будет запрещено. Далее. Мы обязательно это отдельно проверим. О DFS сегодня говорить мы не будем. Это корневое пространство имен, которое можно создавать. Вот об этом обязательно в вебкасте я сделаю чуточку позже. Так как эта тема может быть полезна и интересна, особенно для тех, кто мигрирует с полной редакцией, скажем Windows Server 2003 на Windows Small Business Server 2011 в рамках своего небольшого предприятия. Это может оказаться полезным. Далее. Видим сводку по нашему общему ресурсу. Можно все проверить. Если что-то не устраивает, перейти в любой из разделов и настроить его отдельно. Выбираем создать. Как видим, успешный доступ через СМП был предоставлен. Ошибок не произошло. Отлично. Создали мы ресурс менеджер. Сейчас он здесь обновится. Вот он. Свободного места 39,9. Все отлично. Давайте проверим его работу. Вернемся к презентации. Итак, у нас присутствует папка менеджерс. В ней могут работать все пользователи. Сегодня мы задействуем двух пользователей. Это Иванов И, который работает за компьютером под управлением Windows XP, и Сидоров С, который работает за компьютером под управлением Windows 7. Все эти пользователи сбросят немножко ресурсов в эту общую папку. Давайте перейдем на компьютер. В XP, на котором работает Иванов И, как мы можем убедиться. Все правильно. В папке моей документы валяется Operation Goot к SharePoint. Давайте попробуем сбросить его в нашу новую общую папку. Папка менеджерс. Заходим, сбрасываем. Как видим, никаких проблем нет с тем, чтобы забросить сюда PDF-файл. Все нормально. Он теперь доступен в общий доступ. Также для удобства вы можете сделать сетевой диск из этой папки. Он автоматически будет у вас подключаться при входе в систему. Это мы сделали с рабочей станции. Также это можно сделать, конечно, из сервера. Отдельно об этом мы еще поговорим. Как видим, без проблем у нас появился сетевой диск. Всегда мы сможем получать доступ к этой папке при помощи сетевого диска. Также сетевой диск можно легко всегда отключить. Ок. Как видим, работа от Иванов И с общей папкой менеджерс идет нормально. Попробуем то же самое с компьютера V7, на котором работает Сидоров S. Семен Сидоров. В папочке документа у меня несколько файлов есть. Информация по развертыванию Windows 7. И исполняемый файлик. Зайдем в папочку менеджера. И забросим информацию по Windows 7. Как видим, никаких проблем с тем, чтобы сбросить немножко документов в формате Microsoft Word нет. Но мы сделали блокировку исполняемых файлов. Попробуем забросить в Lancet Chat. Как видим, возможности сбросить исполняемый файл в общую папку нет. То, что мы настроили во время создания. Также вы можете блокировать изображение, файлы, видео или музыку, если вам это необходимо. Давайте по аналогии создадим папочку S-менеджерс для группы S-менеджерс. Давайте проверим сейчас членство в группах. Потому что я не уверен. Так, наша группа S-менеджерс. Изменить членство в группах. Как видим, Семен Сидоров в этой группе присутствует. Все в порядке. Ок. Аналогично это можно было сделать и с раздела пользователей. Семен Сидоров. Группы. S-менеджерс и менеджерс у него присутствуют. Ок. Аналогично Иванов И состоит только в группе менеджерс. И в группе S-менеджерс он не состоит. Ок. Итак. Вернемся в раздел общей папки. Добавление новой общей папки. Она будет называться S-менеджерс. Мы ее также создадим на диске E. Ок. Далее. Изменим разрешение NTFS. Обычных пользователей мы уберем. Отсюда. Ок. Добавим сюда группу S-менеджерс. Предоставим доступное изменение. Применить. Ок. Далее. Предоставим общий доступ к S-менеджерс. В нашем случае будет протокол SMB. Параметры SMB мы затрагивать не будем. А вот разрешение немножко подправим. Уберем отсюда всех и добавим группу S-менеджерс. Чтение изменения применить. Ок. Далее. Политику квот мы не применяем. Фильтрацию и блокировку файлов настраивать сегодня не будем. Далее. Публикация в DFS также не сегодняшняя тема. Проверяем. Вроде бы все верно. Создать. И готово. Появилась папочка S-менеджерс. Все с ней хорошо. Давайте попробуем от имени Семена Сидорова сбросить немножко файлов в папочку S-менеджерс. Найдем нашу папочку S-менеджерс и попробуем сюда сбросить чего-нибудь. Видим никаких проблем нет. Также из-за того, что мы не блокировали копирование в данную папку исполняемых файлов, то и дистрибутив мы также легко сюда забрасываем. Перейдем на компьютер, на котором работает Иванов И и убедимся, что доступа к общей папке у него нет. И эту папочку S-менеджерс попасть он не может, а со своей папкой менеджерс может спокойно работать. Вот таким вот образом мы легко создали две папки. Давайте сделаем еще одно действие. Добавляем новые общие папки. Создадим папку временную. Пускай это будет E1. Никакие правила и параметры здесь мы менять не будем. Просто создадим эту папку. Далее, далее, далее. Создать и готово. Хорошо, сейчас надо здесь отобразиться. Чтобы избавиться от общей папки, которая вам более не нужна, вам необходимо отменить общий доступ к этой папке. Да. После этого вам необходимо будет эту общую папку уничтожить на диске, если это необходимо. Разумеется, прежде чем уничтожать какую-то папку на диске, особенно с документами, сделать ее резервную копию, сожмите в архив, запишите какой-нибудь на диск. Потому что наверняка через два месяца кто-нибудь вспомнит, что в этой вообще папке было что-то критически важное и работать без этого он не может. Такое встречается довольно часто, поэтому не забывайте делать резервные копии. Папку эту мы удалим, потому что в нашем случае ничего важного в ней нет. Ну и давайте посмотрим еще одно действие. Есть у нас папка S-Manager, с которой Иванов И не имеет доступа. Мы можем всегда изменить разрешение и добавить, например, конкретного польза для Иванова И к этой папке. И дать ему какие-то разрешения, например, просто прочитать данные, применить. Ок. Также в связи с тем, что мы меняли разрешение NTFS, чего можно было и не делать, необходимо дать разрешение на уровень файловой системы. Для этого мы в папке S-Manager заходим в свойства, открываем безопасность, продолжить и добавляем сюда Иванова И. Аналогично, чтобы таких проблем в дальнейшем не было, вы можете просто добавить сюда всех пользователей домена. И теперь наш пользователь Иванов И имеет доступ к папке S-Managers. Как только мы удалим его доступ на уровне файловой системы или, допустим, папки, свой доступ к этой папке он потеряет. Как видим, все довольно просто. На уровне файловой системы постарайтесь настроить разово, так как вам это будет необходимо. На уровне общей папки это легко всегда можно менять, допустим, при помощи консоли Windows Small Business Server. Мне кажется, это довольно просто. Вот так вот достаточно легко и просто мы сделали две общие папки и настроили для них соответствующее разрешение. Разумеется, не забудьте залезть потом в консоль и проверить, все ли правильно сделали. Так, например, настраивая папку Managers, мы сделали разрешение для всех, что, наверное, не очень хорошо, потому что разрешение на файловой системе мы там особо не меняли. Поэтому можно всегда удалить, допустим, всех и добавить сюда конкретно группу Managers, если у нас будет много отделов. Это несложно сделать и дать им какие-то разрешения применить. Либо принудительно, скажем, из какой-то группы взять какого-то пользователя, допустим, Петрова П, и что-то ему запретить. Это на ваше усмотрение. Окей. Как видим, все довольно просто, ничего сложного в этом нет. Что касается сегодняшнего вебкаста, на этом все. Небольшая информация обо мне. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания по этой серии вебкастов или вообще, пишите мне в почту на lebedefury.gmail.com Подписка на новости, и все они одной строкой у меня в блоге на lebedefum.blogspot.com Ну и больше вебкастов по различным информационным технологиям вы можете найти у меня на сайте. Ссылка здесь приведена. Ну а на этом все. Я напомню, что этот вебкаст записывается специально для портала Microsoft для малого и среднего бизнеса. Ссылка представлена внизу. Заходите в разделе полезных советов. Вы найдете множество полезной и интересной информации. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!